Ну что, как всегда, мой любимый вечер, это вечер в Ботаническом саду. Сегодня снимаю на фотоаппарат и на телефон. Сравниваю звук, сравниваю изображение, что мне удобнее, что лучше. И целенаправленно пришла посмотреть на розами. Мне кажется, они уже все расцвели, и там должно быть очень красиво. Тихо, хорошо, людей сегодня мало, на удивление. Вообще никого не вижу, люди к делу. Меня это только устраивает. Ну что ж, кому нравятся цветы, прогулки, идем вместе. Ну что, начинаем с такого куста шиповника. Здесь уже давно все облетело, к сожалению. А вот розарий, розарий, он вообще там просто потрясающий. Как раз сейчас самое время. Вот туда мы идем. Включила сейчас телефон. И там есть такой раздел профессиональная съемка. Мне главное, чтобы стабилизация была при этой профессиональной съемке. Но так как я буду зависать над каждой розой, то мне кажется, даже если она сейчас не включилась, это не так страшно. Просто очень хочется посмотреть на все цветы, как и что. Такие кустистые розы. У нас около домов у многих, кстати, высажены. Они красиво смотрятся. Очень хорошо, я бы даже сказала. Быстро растут. Хорошо зимонят. Их не надо обрезать на зиму. Может быть, прикрыть иногда нужно. Так, ну вот у нас розарий, он небольшой. Но есть на что посмотреть. Давайте пойдем посмотрим. Один из моих любимых оттенков. Это что-то типа такого лососевого. Не знаю, насколько четко показывает. Я попробую поснимать еще кроме телефона своим фотоаппаратом. Но я знаю, что он иногда не воспринимает кое-какие цвета. Особенно вот красные. Ой, кто-то там в кустах сидит и сам себе селфи. Правильное занятие, потому что красиво очень. К сожалению, из-за жары я вижу, что многие цветы уже так немножко начинают вянуть. Но все равно, смотрите, как это прекрасно. Я пользуюсь возможностью все еще проходить ботанический сад бесплатно, потому что в прошлом году купила абонемент. Но он уже заканчивается 15 июля. Поэтому, собственно, с 15 июля уже там мало что цветет. Только осенью будут красивые хризантемы. Но просто погулять всегда всегда хочется приходить. Поэтому буду покупать еще раз. Такая вот красота. Не вижу никаких ни пчел, ни шмелей, которые опыляли бы всю эту красоту. Куда-то они попрятались. Может, потому что обещали дождь. Такой нежный, почти как пион. Так. Я вижу, что это профессиональная, так сказать, съемка. Она выделяет главный объект, а все сзади размывает. По-своему это, кстати, красиво. На фотографиях мне такой эффект нравится. Ну, прелесть какая роза. Просто как произведение искусства. Тут воробьинишки скачут. Оранжерея у нас, к сожалению, до сих пор закрыта. То есть можно гулять только на улице. Ну, собственно, до тех пор, пока не хочешь в туалет, это нормально. Потому что те будочки, которые стоят, и для этого предназначены около входа, конечно, очень не приспособлены. Вот это, посмотрите, какая красота. Нежно-розовые листочки, а по краям прямо напыление такое. Мне тут надо в этом розаире ходить и все время что-то фотографировать. А я тут сейчас пока видео снимаю. Я потом пройдусь еще раз и пофотографирую. Боже мой, какая это все-таки сказка. Как же это красиво. Просто наслаждение. Вот гуляйте и наслаждайтесь вместе со мной этой красотой, покоем этим воскресным вечером на природе. Птичка тут какая-то повет мило. Можно, конечно, провести более активно это время, съездить на море и скупаться. Но сегодня уже похолодало, может быть, вода холодная. Я выбираю сад и цветы, потому что... Наверное, потому что мне это больше нравится. Нет, ну, вы только посмотрите. Волшебно. Просто волшебно. Здесь, кстати, совсем небольшой розарий. Но можно ходить часами вокруг этих цветов и любоваться. Здесь должно много распускаться, много бутонов, но пока только первые цветки распустились. Я даже не знаю, какой цвет меня больше вдохновляет. По-своему, хорош каждый. И белый красив. И красный, и оранжевый. Желтых мало. Ну, есть. Золотые тоже есть. Какие-то пестрые, смотрю, появились сорта. Давайте поближе рассмотрим эти интересные такие. Разноцветные. Так, ну, вот где-то на этом месте я сейчас подключу телефон, возьму фотоаппарат и поснимаю фотоаппаратом, потому что я до сих пор еще не уверена, все ли будет нормально. Что там с этим видео, что со звуком, изображение вроде бы ничего, вот звук какой-то не очень. Ну, и потом хочу еще и пофотографировать. Так что у нас меняется. Не экспозиция, но, по крайней мере, сейчас будут какие-то небольшие изменения. Ну, вот, продолжаем смотреть на эту прелесть уже с фотоаппарата. Он, конечно, мне привычнее. Я точно знаю, что тут хороший звук. А как изображение вы мне будете подсказывать. Хочу дойти до желтых роз, до оранжевых роз. Нет, просто невероятно красивый. Даже как-то не хочется лишний раз что-то говорить, а только какую-то красивую музыку слушать. Почему-то экран, кажется, больше. Хотя, наверное, нет. Но цвета точно будут ярче. По мне ползает какой-то жучок. Так, какие мы еще тут не видели. Ну, вот эти белые, они, кстати, пахнут. Белые всегда пахнут. Пчелка, пчелка. Вот так пчелы собирают. Везде нектар. С разных цветов. Хотела бы попробовать такой розовый мед. Но тогда здесь надо было бы просто поставить какой-то улей прямо посередине розария. Была бы гарантия, что все-таки в основном было бы собрано именно с роз. А так никогда не угадаешь. Ах, смотрите, какая сказка. Красиво. Розовый цвет это нечто. Такая нежность. Еще чуть-чуть. Пойдем погуляем где-нибудь еще. Посмотрим, что еще сегодня цветет. Вот этим мне еще нравится оттенок. Тоже такой потрясающий. Просто невероятно красивый. У меня есть какие-то пеларгонии дома, которые вот примерно так же цветут в таком оттенке. И они мне очень нравятся. Ну, это же вообще чудо какое-то. Смотрите. Смотрите. Продолжение следует... Мне нравятся такие кустистые розы. И как правильно тут заметили, гуляющие рядом со мной, как-то они почти не пахнут. Смотрите, какие необычные! Какой красивый софт! Покажу название здесь есть. Ну что, переключаемся обратно. Теперь буду снимать снова телефоном. Ну что, двинулись дальше. Определенно мне нужна какая-то палка с селфи, потому что держать не очень удобно. Посмотрим, что еще тут растет, цветет. Очень красиво хост выглядят вот эти пышные кусты. Они такие здесь разнообразные. Листья у них не одноцветные даже, еще и цветы. Такие недооцененные, мне кажется, растения для оформления палисадников. Там около дома у нас, кстати, около моего подъезда как раз живет любительница хост. Она всегда их высаживает. Мы быстро пройдем этот кусочек. Я хочу посмотреть, что происходит на пруду. А пруд у нас впереди. И там должны цвести кувшинки. Красивые очень. Если сейчас, конечно, время их цветения, но как будто уже почти 1 июля должны. Вот здесь, почему так все густо заросло, здесь такой тематический как бы лук. Ну, то есть такие растения, которые растут просто где-то на лугах в идеале. Вот здесь есть такой это самый объяснительный стенд, который показывает, как у нас должны выглядеть луга в Латвии. С кучей полезных и опасных, наверное, растений. Вот так вот сегодня красиво. Мне кажется, что я видела этих людей на пляже, которые впереди. Или просто я запомнила, что там был такой бородатый мужчина. Сейчас в городе все еще, по-моему, модно, поэтому легко запутаться. Замечательно, что здесь все-таки есть пруд. Потому что любой парк, где нет воды, мне кажется каким-то немножко скучным. Спуститься по ступенькам и не споткнуться. Ковшинки есть, они цветут, но они далеко против солнца мы их не увидим. Поэтому просто гуляем дальше. В этом пруду водятся пиявки. Я видела здесь одну. Говорит ли это о том, что вода очень чистая, я не знаю. И сейчас стрекозы носятся над водой. Пионы я, наверное, не успею застать. Хотя я сейчас пойду в тот отдел ботанического сада, где они могут быть. Надо было прийти чуть-чуть раньше. О, что-то здесь так интересно, вкусно пахнет, остренько. Какие-то полевые цветы, может быть. Это что-то интересное такое. Запах. Да, наверное, это от них запах такой сильный. Пионы, пионы, как же я вас пропустила, мои любимые цветы. Так, что у нас здесь? Пинстемон. Немножко ириса еще вижу. Вот здесь у нас обычно поле, где много пионов. Но уже все успела отсвести. Как-то я не вовремя. Ладно, меняем опять телефон на фотоаппарат. Что однозначно лучше, это снимать себя. Селфи, что называется, с фотоаппарата. Потому что там четко экранчик поднимается вверх, а не вбок. И нет такого, что я смотрю куда-то в сторону. А вон по лужайке едет, как он там называется, подстригательная машинка такая. Она сама тут всегда гуляет. Поэтому лужайка просто идеальнейшая. Сейчас доедет до кустов. У нее какие-то сенсоры. Она развернется и поедет в обратную сторону. Вон она там разворачивается. Очень классная вещь. Конечно, у кого большие газоны дома. Около дома есть. Так. Ну, чтобы на такое здесь посмотреть. Красиво цветущее. Забыла убрать приближение. Что это такое? Что это такое странное? Уже, наверное, отцвело. Такие интересные шапочки, похожие на что-то луковичное. Сегодня вижу одинокого мужчину, который гуляет. Но он гуляет с телефоном и все время на связи с кем-то. И кому-то рассказывает и показывает про эти красоты. А так в основном, конечно, по большей части с детьми приходят. Или молодые пары. Ромашки цветут. Ромашки цветут. Ну, даже люпины успели отсвести. И уже образовали семена. Ну, надо же. У меня ощущение, что я пропустила лето. Все так быстро произошло. Я обожаю люпины, обожаю пионы, лилии. И ничего этого уже нет. Надо было приходить пораньше. Вот что-то здесь такое похоже на что-то лилейное. Красота. Переходим опять на телефон. Потому что я думаю, что здесь можно покрупнее поснимать. Здесь что-то интересное происходит. Кто-то тут устроил какую-то кладку. Где-где-где я? Туда показываю или не туда? Я уже тут немножко... А, да, вот паучинка. И кто-то тут себе гнездо устраивает. И на этом дереве образовались то ли сливы, то ли алыча, то ли... То ли, я не знаю, инжир. Что это такое? Что это такое фиолетовое, интересное, непонятное? Кто здесь строит себе гнездо такое? Я еще хочу подойти к одному цветку. Но здесь к нему не очень подберешься. Потому что он вот так вот вдалеке. Но очень красиво он смотрится. Такие колокольчики. Много-много колокольчиков. Так, можно как-то приблизить? Невозможно использовать масштабирование при включении... В общем, короче, когда включено, чтобы не тряслось. Тогда невозможно приблизить. Ну, красота. Я немного уже привыкаю к этому телефону. Мне нравятся, какие яркие краски. Надеюсь, они такие и останутся, когда я буду видео стыковать, там, выкладывать. Потому что я не умею это делать, как многие делают в самом телефоне. Я полагаю, что по-хорошему нужен еще какой-то микрофон, который будет у меня в петличке где-то. Потому что со звуком мне почему-то кажется, что здесь хуже дело обстоит. Ну вот, какие-то... Так, сейчас я посмотрю их название. Боже мой, там все написано на латинском. И так сложно, что я просто покажу. И кто знает, кто-то познает. Они похожи на такие баранчики. Красивые. Тут рядом дерево, покрытое мхом. Все так... Ну, все так мило. Ну, я не знаю, прямо... Как хорошо здесь вечером, когда людей мало. Работает сад до 9 часов вечера. Даже в воскресенье. И я повернулась и увидела люпин, который еще не отцвел. И бегом к нему. И здесь шмели. Так, это была обычная съемка. Сейчас посмотрим профессиональный. Здесь есть вариант. Так, пошел профессиональный вариант. Чем он отличается? Можно понять или нет? Иногда мне кажется, что все эти навороты, они сделаны просто, чтобы набить цену. потому что обычному глазу вроде бы, как бы, ничего, мне кажется, особо и не изменилось. Ладно. Просто пройдем теперь профессионально. Зайдем в темные глубины, потому что там такая есть дорожка интересная. Посмотрим, как он будет в темноте снимать. Мой любимый жасминчик. Красота. Он немножко приближает и укрупняет, я вижу. Хотите, какая сказка. Просто куда ни повернись, готовая картинка для какой-то фотографии хорошей. Поэтому у меня все время искушение остановиться и начать фотографировать. Это было мое излюбленное занятие до того, как я начала выкладывать и делать какие-то видео. Я ходила и постоянно что-то фотографировала. Вот такие здесь дорожки. Там поставлены кресла. Люди отдыхают. В тени. Мне кажется, что когда было солнце, вот здесь было замечательно. Либо наоборот ужасно, потому что здесь влажно. Такие красные кресла. Вот какая здесь интересная птица. Издает звуки непонятные. Вот так вот. Так мне придется пройти мимо людей. Не хочется, чтобы они подумали, что я их снимаю. Поэтому пока отключусь. Так, отключила опять. Профессионально оставила обычную съемку со стабилизацией. Наверняка тот, кто не смотрел мое предыдущее видео, спросит, что за телефон. Это Samsung Galaxy A72. Он считается из такой бюджетной линейки. Там есть, по-моему, еще какой-то 51. Что-то там 30 с чем-то. Но по качествам этот лучше. Здесь можно установить дополнительную карточку памяти на целый терабайт. Такая у него, по-моему, встроенная. Своя там 128. В общем, снимай. Что называется, не хочу. Много, конечно, всяких наворотов, в которых разбираться и разбираться. Но мне главное, чтобы можно было как-то сделать для вас красивые видео, красивые фотографии. Ну, не только для вас, для самой себя тоже, конечно. Поэтому решила попробовать. Ну, и однозначно надо селфи-палку. Потому что по саду еще так ходить, держа в двух руках, ничего так смотрится. Никто меня не видит. Но если где-то идти так по городу, мне кажется, лучше все-таки держать его на палке. Я уже прям мечтаю, как я буду ходить и снимать вам Ригу. Смотрите, какой интересный кустарник. Весь он в таких милых, маленьких каких-то даже не называть, что это цветы, а какие-то присоцветья, как говорят. Все. Надо мне книжки по ботанике почитать. Недавно такую интересную у себя долго андорожила. Учебник, по-моему, по ботанике, выпущенный в начале прошлого века для студентов какого-то... А вот какого заведения, не помню. Надо сказать, он очень был серьезный. Приду домой, покажу, потому что люблю такие старые книги. Так, ну что, надо подумать, куда нам теперь нырнуть, какие края. Так, а вот я вижу, там впереди есть еще очень красивое, что-то растет и цветет. давайте сейчас отключусь, дойдем и там продолжим снимать. Вот такие здесь какие-то новые растения. Я их не помню в прошлом году, но, в общем, они смотрятся великолепно. Они такие кустистые, и цвета у них нежные, и веточки такие разнообразные. Класс! Надо посмотреть, что это вообще такое. Высокие, они наверное, где-то метр двадцать в высоту примерно. Тоже для садов прекрасно сажать. Сейчас подумала, что всегда, когда я гуляю, даже если не очень быстро, у меня какая-то отдышка. Я тут получила результат со своей кардиограммы, и она, конечно, оказалась весьма грустной. У меня там масса всяких патологий, и какая-то блокада, и что-то у меня там не работает. Поэтому не удивляюсь, что я всегда так пухчу. Так, это у нас не лаванда? Нет, наверное, это не лаванда. Но все равно что-то такого фиолетового цвета красивого. Так, ну что ж, опять надо отключиться, потому что пока в пределы видимости ничего такого очень интересного не попадает. Как только что-то вижу интересное, будет у нас следующее включение. По дороге видела коровяк. У меня он очень нравится. Еще называется ведьмина свечка. Считала, что средние века ведьмы его иногда использовали в ритуалах, потому что если бы нашли свечи в доме, могло бы плохо для них закончиться. А кто это тут бегает такой интересный птиц, поднимает хвостик. так, ну собственно мы там мы-то идем смотреть опять на всякие кусты. Красивые такие тоже как бы розочки, то ли розочка, то ли шиповник, то ли какой-то какой-то сорт того и другого одновременно, трудно сказать. немножко уже все подвяло. Да, жара, конечно, одна неделя жары, она сделала с растениями что-то невероятное, мало кто выдержал. Ну вот этот куст немножко более стойкий, и он абсолютно прекрасно пахнет, очень красиво. Я плохо вижу, но мне кажется там на растения на нем какие-то вредители в изобилии. Чем, конечно, и комнатные розы, когда покупаешь, на них очень любят селиться всякие разные вредные существа. Знаете, что заметила? Заметила, что в этом году бабочек нету. Я вообще не видела еще ни одной бабочки. Здесь такие домики. Их поставили давным-давно. Они должны показывать разные варианты такого как бы варианта жилья, построенного из каких-то разных материалов. Так, а что у нас тут? Тут тоже много всякого интересного. Такие для крыш варианты для крыш из растений. Поэтому чтобы понять, что это такое, надо зайти вот с этой стороны и увидеть, как это все сделано. То есть, там насыпан какой-то грунт, и потом посажены разные растения. Но такая маленькая крыша, конечно, спокойно все выдержит. но если крыши большие, я не знаю, как это у нее получится. Но смотрится здорово. Обожаю всякие вот эти маленькие очитки. Еще такое маленькое. Так, ну что, двигаемся дальше, путешествуем дальше. Так, теперь я опять с телефоном, поэтому смело иду быстрым шагом, учитывая, что у меня там включена стабилизация изображения, и вы со мной вместе путешествуете. Здесь не скосили траву, смотрите, какая она высокая. Как замечательно, кто-то в кустах поет так интересно. вообще постоянно преследуют, можно сказать, звуки птиц. И сами птицы тоже преследуют. Он бегает там все еще. По-моему, это скворушка. Сюда вынесли азалии. Здесь они проводят лето. Теперь они не в степлице. никого нету, никого нету. Как хорошо. Там теплица с бабочками вот это туда не пускают. Но надеюсь бабочки там все-таки летают. Им абсолютно никто не мешает. Тут столики, за которыми можно поесть. И кстати, я вижу там какие-то лилии, которые еще даже и не распустились. Может быть, потому что они здесь в тени. Подойдем посмотрим. можно релакс видео снимать без звука, потому что птица поет просто потрясающе. Вот такие вот только начинают распускаться. Вот это что я все время куда-то не на то показываю. Красота. в этом тихом заковулочке нашлось что-то очень нужное и полезное. А именно два новых поставленных туалета, которые гораздо удобнее тех, которые около входа. И средства для дезинфекции рук на пне. Так что советую идти сюда тем, кто будет по-ботаническому гулять, потому что около входа ужасные совершенно. А я вот сюда никогда не заходила, в этот уголок. И хочу вот здесь смотрите жасминчик или чубушник это. Пахнет все равно замечательно. Какие-то заброшенные заброшенные какие-то помещения, заброшенная теплица. Ладно, мы туда не пойдем. Пойдем гулять дальше. Так, даже не знаю, куда с вами сейчас сходить. давайте к этому величественному дереву дубу. Потом посмотрим, как всегда, на старое здание, которое осталось еще с тех времен. Тогда здесь была чья-то усадьба. Насколько я помню, по-моему, в 1920 году было продано на государство или в 1921 году в таком случае ботаническому саду сто лет. вот такой вот прекраснейший дуб потрясающий. Вечер тоже потрясающий сегодня. Свежий, прохладный и замечательный. Мы уже столько с вами раз были в этом саду, что хотелось бы, конечно, вам показать какие-то другие места и доехать до Салосковского ботанического сада. Ну, мы это сделаем, наверное, обязательно уже после того, как я, надеюсь, благополучно прооперируюсь и где-нибудь в июле, в августе мы туда поедем. Ну, вот так вот, никого. Я тут гуляю вообще в полном одиночестве. Все, наверное, сегодня на море, я так думаю. И хотя уже нет ни одного, нет, один цветочек вижу, этот дендрон, но запах остался удивительно просто. Как будто бы они сохранили какой-то аромат. Так, я снимаю против солнца, не знаю, что тут видно вообще, видно ли хоть что-нибудь. Просто хочу отойти немножко и показать вот это здание, которое было изначально тоже, но оно не было главной усадьбой. Оно было дополнительным каким-то зданием. Вот такая красота старинная. Ну, а мы продолжаем. И теперь дойдем до Липовой аллеи, который тоже уже лет сто как минимум, а может даже больше. Ведь уже, наверное, росли какие-то деревья, когда здесь была дача. Это был такой загород. Совсем-совсем. О, кстати, что хорошо, открыты ворота. Мне бы отсюда было бы очень хорошо к своему дому. Но я еще погуляю чуть-чуть. Вот она прекраснейшая старинная Липовая аллея. 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 я молчу потому что хочу чтобы вы слышали звуки птиц это древняя секвойя какая-то которая еще во времена юрского периода или чего-то такого она тогда росла повсеместно ну может быть выглядела гораздо больше чем сейчас интересные листья необычные так и кажется что скоро пробежит какой-нибудь маленький динозаврик реликтовая мета секвойя вот что написано на ней хочется как-то подальше от забора чтобы не было слышно шума города и хотя там еще что-то цветет город буквально рядом поэтому развернемся а ну вот это здание кстати тоже с тех времен сохранилась но не такое может быть старинное не такое величественное но по-своему тоже очень аутентичные деревянная с каменной трубой с обшарпанной краской все равно мило смотрится вот так вот показывает как она там фронтальная называется ли какая камера мне не нравится мне нравится мой аппарат здесь я смотрю куда-то в бок судя потому что я трогала объектив руками он немножко стал такой замызганный я какая-то непонятно какая сейчас возьму свой аппарат покажу как все это выглядит на нем сейчас буду прикрывать рукой объектив нет себя снимать точно этой камеры не удобно телефонный вот как это все выглядит фотоаппарате намного лучше хоть я не изменилась ни на сколько не на йоту говорят во-первых дальше и все-таки кажется что я смотрю на вас потому что экранчик расположен сверху есть такие фотоаппараты где экрана расположена открывается сбоку они тоже очень неудобные кстати говоря и их вообще мало с этими поднимающимися экранами поэтому вот у меня олимпус как он называется touch очень хороший если вам нужно что-то такое то ищите его может быть он еще продается но почему бы и нет собственно говоря я приобрела какую-то сонику еще но с ней тоже там то ли со звуком немножко что-то не так в общем буду ходить пока не сломается этот мой олимпу сточа потом буду снимать только не себя все остальное вот еще остаточки тоже кустов рототендронов пойти что ли посмотреть на них такие они прелестные совершенно майские цветы где-то с 15 мая по 15 июня обычно считается что они цветут но в этом году как-то получилось сначала затяжная была весна потом как-то из-за жары все быстро проскочила в этом году я смотрю многих людей мне пишут что очень жарко так что что-то у нас с климатом непонятное происходит чем все это закончится мы увидим спустя какое-то время но возможно зиму будут более холодные или наоборот более теплые а лето будет вот такой вот жарко и трудно сказать ну вот мы опять возвращаемся к теплицам и опять собственно говоря к розарию я хочу посмотреть там с левой стороны теплицы иногда тоже какие-то герани по крайней мере так было прошлых прошлом году вот смотрите у нас тоже на каштане какая-то болезнь такие листья поврежденные и хотя само дерево живое оно даже даст плоды каштана но все равно с ними что-то происходит тоже какой-то вирус непонятный даже деревья от него страдают так пеларгони особо не вижу зато вижу гибискусы или китайские розы тоже красиво весь в тенечке как будто бы на северной стороне тем не менее всегда цветут прекрасно очень они мне нравятся но я перестала их покупать и заводить дома потому что ой тут какое-то гнездо что ли а я тут гуляю потому что цветки очень быстро одни сутки практически держатся только тоже их не все устраивает в домашних условиях на улице вот они так красиво здесь цветут какие красивые красные это что такое необычное растение какое-то ну и конечно будем или как же без нее заслоняю с собой свет не могу не показать колеусы мне здесь всегда просто шикарные самых разных цветов здесь очень-очень нравится они ставят в тенечке смотрите как они на улице прекрасно растут просто глаз не оторвать так здесь какая-то инсталляция это куб внутри кувшинка смотрите какие это же просто чудо какие расцветки какие резные листочки ну просто волшебно я понимаю что это мое сегодняшнее видео но конечно для в основном тех кому нравятся цветы и растения вот так вот неспешно прогуляться полюбоваться на что-то тем кому нравится покупочках или о чем-то еще не переживайте это все впереди еще так заканчиваю съемка опять телефоном опять иду к розам пройдем мимо них и двинемся на выход так вот так вот и Заключительное слово, как всегда, с моего фотоаппарата в кустах, я не дошла до того участка, где высажены растения, такие, ну, типа огурцы, помидоры и прочее. Наверное, этому можно посвятить какую-то отдельную прогулку, потому что сегодня, конечно, королева прогулки это была роза. Ну что ж, пока они еще не отсвели, те, кто в Риге, приглашаю, приходите, смотрите. Всего хорошего и, как всегда, до новых встреч!